Итак, святитель Иоанн Златоуст в 29-й беседе на послании к евреям говорит о узком и тесном пути в Царство Небесное. Всякому праведнику необходимо пройти путем скорби. Христос сказал, что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Матфея 7 глава 15-14 стихи. Если же войти в жизнь можно только таким образом, а иначе невозможно, то следует, что тесным путем шли все те, которые вошли в жизнь. Господь, кого любит, говорит апостол, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого не наказывал отец? Евреям 12 глава 6-7 стихи. Если Бог наказывает вас, то для исправления, а не для истязания, не для мучения, не для страданий. Претерпевая такие бедствия, вы уже думаете, что Бог оставил и ненавидит вас? Нет! Если бы вы не страдали, тогда следовало бы опасаться этого. Ибо если он бьет всякого сына, которого принимает, то небиемый может быть уже не сын его. Но как скажешь, развезлые люди не страдают? Конечно, страдают. И могут ли они не страдать? Но он не сказал, что всякий бияемый есть сын, а всяк сын бывает бием. Посему ты не можешь говорить, если есть много злых людей, которых бьют. Например, человека-убийц, разбойников, чародеев, гробокопателей. Они бывают наказываемые за собственные злодеяния. Они бывают не биемы, как сыны, но наказываемые, как злодеи. А вы, как сыны, если же, говорит, остается без наказания, то вы незаконные дети, а не сыны. Восьмой стих. Видишь ли, что, как я выше сказал, сыну невозможно остаться ненаказанным. Как в семействах отцы не заботятся о детях незаконнорожденных, хотя бы они никогда не сделались известными, а законных же сыновьях заботятся, чтобы они не были беспечными. Так и в настоящем случае. Посему, если не быть наказанным, свойственно детям незаконнорожденным, то нужно радоваться наказанию, как знаку истинного родства. Поэтому самому апостолу и говорит, Бог поступает с вами, как с сынами. Следовательно, наказание полезно. Следовательно, наказание доставляет святость. И, конечно, так. Ибо если оно истребляет ленность, порочные пожелания, привязанность к предметам житейским, если оно сосредотачивает душу, если располагает ее презирать, и все здешнее, а отсюда и приходят скорби, то не свято ли оно, не привлекает ли оно благодати духа. Будем же постоянно представлять себе праведников и помнить, почему они прославились. И, во-первых, Авель и Ной непосредственно ли скорбей? Невозможно, чтобы один праведник не скорбел среди такого множества нечестивых. Один Ной, говорит Писание, был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом. Бытие 6 глава, 9 стих. Представь, если теперь, имея такое множество мужей и отцов и учителей, добродетелям которых можно подражать мы, однако испытываем столько скорбей, то как должен был страдать Ной, будучи один среди столь многих? Но говорит ли мне о том, что было бы во время чудного и необыкновенного потопа? Говорит ли об Аврааме, о том, что ему случилось терпеть, как-то о непрестанных его странствованиях, лишениях жены, опасностях, сражениях? Говорит ли и об Якове? Сколько бедствий перенес он, будучи отсюда изгоняем, трулясь напрасно, изнуряя себя для других? Нет нужды перечислять все его искушения? Довольно будет привести свидетельство, которое он сам высказал в беседе с фараоном. Малые и несчастны дни жизни моей, и не достигны до лет жизни отцов моих. Бытие 47 глава, 9 стих. Говорит ли об Иосифе, Моисее, Иисусе Навине, Давиде, Самуиле, Илье, Данииле и всех пророков? Известно, что все они прославились посредством скорбей. А ты, скажи мне, хочешь прославиться посредством удовольствия и роскоши? Но это невозможно. Говорит ли об апостолах? И они превзошли всех скорбями. Ну что я говорю? Сам Христос сказал, в мире будете иметь скорбь. Иоанна, 16 глава, 33 стих. Еще говорит, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Иоанна, 16 глава, 20 стих. И еще узкий путь, ведущий в жизнь. Иоанн Гелие от Матфея, 7 глава, 14 стих. Господь этого пути сказал, что он узок и тесен, а ты ищешь широкого. Не безрассудно ли это? Потому-то ты и не достигнешь жизни, что идешь другим путем, а достигнешь погибели. Потому что избрал путь, ведущий туда. Хочешь ли я представлю тебе, я пишу людей, преданных роскоши? От позднейших обратимся к древним. Богач, горящий в огне, иудеи, преданные чреву, для которых чрево было Богом, которые в пустыне постоянно искали наслаждения, почему погибли? Подобно, как и современники Ноя, также садомляне погибли за чревоугодие. Вот в чем было беззаконие, говорит пророк, в гордости, пресыщении и праздности из Икииля, 16 глава, 49 стих. Так сказано о садомлянах. Если же пресыщение хлебом произвело столько зла, то что сказать о других наслаждениях? Не был ли невоздержан Исаф? Не таковы ли были те из сынов Божьих, которые привестились с женами и увлеклись в пропасть? И все цари языческие, вавилонские, египетские, не бедственны ли окончились жизни свои? Не преданы ли они мучениям? Но не то же ли, скажи мне, бывает и теперь? Послушай, что говорит Христос. «Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских». Евангелие от Матфея, 11 глава, 8 стих. «А те, которые не носят таких одежд, суть на небесах. Будем же избирать тесный путь, дыбы нам получить обетованные блага Господу нашему. Слава веки веков. Аминь».